Ну вот о том, что изменится с повышением минимальной заработной платы, поговорим с Баджан Акмолдиной, директором Центра исследований социально-демографического развития. Баджан Нуралиевна, здравствуйте. Мы вернемся к этому вопросу. У нас какие-то проблемы со связью. Итак, защитить бизнес от неправомерного административного давления, поручил президент в послании народу республики уже с января 2019 года. В Казахстане повысят порог применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП. Объявят в стране и налоговую амнистию предпринимателей Востока Республики уверены, реформы пойдут на пользу бизнесу. На востоке Казахстана сегодня действует более 80 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Комплекс по производству запорной арматуры, электротехнического и насосного оборудования – один из наиболее успешных. Сегодня здесь трудится 240 человек. В планах расширять линейку готовой продукции, заняться экспортом. Тем более, что эта деятельность теперь получит особую поддержку, отметил президент в послании. Для бизнеса это новые возможности, считают здесь. Ждут предприниматели и налоговую амнистию. Ведь зачастую из-за ошибок в заполнении документов начисляются не только штрафы, а арестовывают и счета компании. Бизнес просто встает на определенный момент. Он не работает. Если бизнес не работает, то вложенные средства превращаются в минус. Это приносит большие убытки и приводит порой даже к банкротству предприятия. Всего в регионе сегодня в должниках по штрафам числятся 943 предприятия. Но вовремя они оплатили налоги в десятки раз больше компаний. По Восточной Астанской области имеется задолженность по налогам в сумме 39 миллиардов в количестве 44 тысячи должников, которые имеют задолженность. При этом сумма пени, по которой имеется задолженность, составляет более 13,5 миллиардов. Будущее амнистии как раз позволит представителям деловой сферы избежать трат на штрафы и пеню. Закономленные миллиарды тогда пойдут на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и в целом позволит повысить качество жизни населения. А это и есть главная цель, обозначенная в послании президента. Анна Лисенбертин, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Продолжение следует...